Привет дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить эфир и слушаем разговоры. 17.00 захватил главное здание, численность не установлена, предположительно большая. Заложники. Неизвестно. Требования? Пока никаких. Седьмой у цели. Отзывал седьмой, визуальный контакт? Установлен. Тишина. Я держать хочу. Заткнись и действуй. Заткнись и действуй. Опа-па. Наших уже сняли. Обалдеть. Так, чё кто где? Блин, да сколько у вас тут, а? Да блин, вот насели ты, ёлки-палки, куда я попал? Так, ну чё? Кто говорил, что мы под обстрелом? Да, вылазь. Только ты, похоже, остался. Да, неплохое вот расступление, я бы сказал. Кто вот он? Где он? Скотина. Так, всё, кажись. Блин, ещё идут. Да шо ж такое? Да шо ж вы не успокойтесь-то, а? Успокойся. Блин, я ж патроны все сожжал. Чё, всё что ли? Обалдеть. Блин, дайте мне что-нибудь, ребят. Пожалуйста. Все патроны на них. Вот так, давай где-то там, мерзавец. Иди сюда. А, блин, вот тут. Короче говоря, мы начинаем новую часть, как вы поняли. В последней части мы закончили со всеми делами на насосной станции. И теперь отправились, собственно, в главное здание Армахема. Потому что основная группировка сил противника направилась сюда. Так, ну и давайте осваиваться. Я бы сказал, поприветствовали нас тут неплохо. Довольно-таки серьёзный, ребят, подход. Давайте, давайте осматриваться, что тут где. В последних своих прохождениях я заметил, что что-то у меня многовато мата стало. Это на меня так плохо повлияла игра Амнезии. Но там это было оправдано, потому что там без мата было не обойтись. Это была такая эмоциональная разрядка. Хорошо. Ну ладно, найдём. Короче говоря, там мат был необходим, там без мата просто можно было бы двинуться крышей. Здесь же мат совершенно необходим, потому что игра большую часть времени не страшная, а матерюсь я по привычке всё равно, как сапожник. Надо это прекращать. Я сам не люблю материться и думаю, многим из вас неприятно, когда идёт отборная матершина вместо нормальных комментариев. Так что отдохнём, ребят, от мата. Так, пистолет. Пистолет обязательно должен быть. Я люблю ходить с пистолетом. Он как бы в определённых ситуациях помогает. Так, дробовик тоже неплохо. А вот вместо этой винтовки мы, пожалуй, возьмём вот этот аппарат броня. И всё, я думаю, можно вниз идти. Блин, а много винтовки-то? Ладно, если что, потом ещё возьмём. Спускаемся, идём туда. Ищем Янковский, ищем Феттеля. Всё по-прежнему. Фу, так. Нехилый тут замес они мне устроили, конечно. Что это опять какие-то технические помещения? Печка, броня. Сохранимся. Сохраняться на элите надо почаще, потому что иначе придётся издалека начинать. Ну, в принципе, тут уже контрольная точка у нас была, так что не критично. Так, мне бы усилителей. Пропала связь с отрядом на крыше. Можете подтвердить вторжение? Пока нет, проверяем. Хорошо, понятно. Так, как у нас тут гранаты переключать? Вот так, хорошо. Вон, один ходит внизу. Давайте отсюда пойдём. Ой, ещё аптечка. Тихо, тихо. Хорошо. Я думаю... Ага, но это было в ней бесшумно. Нормально. Ещё есть. Кажется, всё. Их тут было двое, что ли. Как тебе? Как тебе? Блин, как тяжело без мата. Как тебя скрутило, короче говоря. Ооо, вот ты мой усилитель. Как я по тебе соскучился. Прелесть моя. Ух ты, блин. Тихо, тихо. Кажись, всё. Но это было несложно. Так, у меня уже 140 жизней. Это вообще отлично, по-моему. Наловил в голову. Да. Так, ну и что? Тебя тоже отколотить можно. Ладно, не будем пробовать. Нам это без нужды. Автомат. Г-2. Ой. Г-2 А-2. Странный, честно говоря. Автомат, как-то он по-странному выглядит. Поэтому мне не очень нравится. И стреляет не особо хорошо. Ну, давай, 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 подужи. А, так они уже висят. Ну, ладно. Нашим легче. Ещё аптечка. Вот чего в этой игре точно в переизбытке, так это и аптечек. Валяются где только можно. Так, хорошо. Блин, надо присесть поудобнее. Что-то сегодня спину себе потянул, пока на машине ездил. Весь день на машине катался. Хотя с моей работой это не свойственно. Больше сидеть. Так, тут ничего нет полезного. Нет ничего. Но сегодня катался просто не в меру. Так, пистолет. Дробовик. Всё хорошо. Там, я думаю, ещё будут перестрелки. По крайней мере. Одного. Кажись, всё. Двое готово. Мерзавцы. Такое ему надо. Да, читерская вещь, конечно, это замедление. Но без него тут делать нечего. Убьют на раз, по крайней мере, на этой сложности. За счёт этого, в принципе, и выживаем пока что. Так, у меня появилась идея, нельзя ли мне... О, гранаты. Гранаты я люблю. Появилась идея, не побегать ли мне с этой винтовкой. Чё-то, а то я её ругаю, ругаю. А тем не менее, аппарат, насколько я помню, всё-таки очень неплохой. Просто выглядит странно, я бы сказал. Как-то странно. Ещё там есть кто? По-моему, есть. За углом, нет? Ладно, время покажет. Сейчас увидим. Что хорошо в этой винтовке, то, что с ней все бегают, и поэтому, соответственно, никуда не уходи. Соответственно, патронов куча. Держать позицию! Видишь его? Нет, тихо! Лови. Блин, с дробовиком, с дробовиками тут опасно идти-то. Да шо ж ты ссадишь-то по мне? Хотя отнял-то он. Смешно, конечно. Нормально. Пару раз попали, конечно. Но ничего. Прорвёмся. Ооо, какая прелесть. Давай сюда. Ооо, ещё увеличили мне. Так, я скоро Супермен не смогу. Полоса уже, по-моему, в два раза увеличилась. Замедление. Так, ну что? Да блин, конечно, вы кончитесь. Так, иди обратно. Продолжаем. Меня тут отвлекли. Сегодня я пораньше играю, 9 часов всего. Всего. Поэтому, соответственно, меня все тормошат. Так. Ух ты, блядь, ты откуда взял? Вот опять я матерюсь. Я же говорю, амнезия меня испортила. Я так привык там материться. Во время неожиданностей. Что даже, не знаю, самому стыдно. Будем исправляться, будем исправляться. Ну, как-то попало, видимо. Блин, опять. Всё глючит. Я даже не знаю своего имени. Да ты гонишь. Меня зовут Артур. И сегодня мы будем проходить фир. Так. Нет. Я лучше возьму, пожалуй, всё-таки это. Раз с ним ходят солдаты, значит с ним будем ходить и мы. Значит у нас будет завалить патронов. Так. Тут нету моей прелести. Ну, пожалуйста. Ну. Ну. Нет. Нет, к сожалению. Хотя вообще, в целом, конечно, они обильно раскидали эти усилители. Так что... Не стоит жаловаться, что их нету тут, потому что их кругом полно. Да. Ой, бля. Ну, да что ж такое, я матерюсь. Как сапожник стал, ёлки-палки. Что с ними амнезия делает, а? Ох, как меня подстрелили-то неплохо. Так, ну всё, кажется. Ой, 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 кто, кто, кто? Это со спины кто-то меня садил. Так, ещё подлечимся и выходим. Ловите подарок. Нормальный, я думаю. Блин, чё? Один выжил, что ли? Или даже оба выжили? Судя по музыке, которая не прекращается. Да нет. Судя по всему, одного затепило. Причём в кровавой ошмётке. И это хорошо. Ты чё пристел, братюнь? Ну, сказал, что ли? Приляг. Ох, будем кровью набрызгать. Пакость какая. Так, нам туда, видимо. Давайте посмотрим. Тут моего прелести нету. Эх, нету. Так, давайте подлечимся. Сохранимся. И сигать будем вниз. Сигать. Проник в штаб-квартиру Армахема. Обеспечить координатору доступ к корпоративной сети. Затем проследовать. Короче, иди, куда глаза глядят. Сделают для нас хоть что-нибудь. Сеть Армахема не работает. Моя задача найти и перезагрузить центральный сервер. Тогда я смогу войти в систему и выяснить, что происходит. Вас понял? Ищем сервер. Ох, тут кого-то расстреляли. Ох, через окно выше было похоже. Какая страшная смерть. Так, темно становится. И вот в этом месте я начинаю просто обожать фир. Насколько я помню, с этого момента начинается совсем другая игра. Если сейчас она была просто такая, неплохой боевичок с умными противниками, то сейчас начинается уже нереально крутой боевик с постановкой и крутой хоррор. Ну и, соответственно, игра начинает выглядеть гораздо более достойной. Потому что с открытыми пространствами движок LightTouch, по-моему, он называется, справляется гораздо хуже, чем с закрытыми. Какая-то расцвел. Кто-то вынес дверь. Почему погас свет? Это я на что-то наступил, что ли? Мне, видимо, сюда. Давайте-то туда пойдем. Хорошо. Закрыто, подумал Штирлиц. Так, Кока-Кола. Ну, здесь, конечно, какая-то физия. Но мы-то знаем, что это Кока-Кола. Дверь открой. Скоты. Ладно. Ладно, ладно. Нам тут уже кто-то неплохо так открыл дверь. Темнота. Проектор. Да, Армахем работал. Во многих областях. Не только на оборонку. Хотя это, скорее всего, военный какой-то спутник. Но он работал и по биотехнологии. Разрабатывал все, что можно. Короче говоря, это такая амбрелла. Только в мире эфира. Да. Это у нас, похоже, охранник. Да, это охранник. Тихо. Это кто был? Кто бы это ни был, он был очень шустрый, я бы сказал. Джигур, да? А ты кто такой? Тоже Джигур, да, видимо. В лучшие свои годы. Так, ну он там, видимо, сидит, да? Злобно хихикает. Я надеюсь, он был там. Хорошо. Так. Идем. Да что такое? И закрыл дверь. А, а, а. Это такие противники, по-моему. Очень быстрые, практически невидимые. По-моему, да. И меня это не радует. Не радует. Так, что у нас здесь? Конференц-зал. Тут у нас папки со сверхсекретными планами по захвату мира. Так, это у нас, видимо, самолеты какие-то. Ромахемовские. Работают на оборонку. Зашибают бабло. Сколько там один самолет от их ЕФ-2000, по-моему. Фетель. Ладно. ЕФ-2000 самолет, по-моему, стоит 2 миллиарда долларов, что ли, один. Прикиньте. При том, что наш СУ стоит раз в 10 дешевле, и при этом если и хуже, то ненамного. Редактор субтитров А.Семкин